и всем привет друзья вы на канале sky top games и в эфире айл эврима помните на наших стримах кто смотрел я все время хотел посмотреть новые человеческие постройки которые добавили в эвриму так вот в этом видео мы с вами немножко их осмотрим осмыслим и подумаем для чего они так конечно же искать их проще всего будет на птеранадоне у меня уже есть пуловый птер надеюсь меня никто не убьет никто мне не помешает сегодняшний серии рассмотреть данные человеческие постройки по моему у нас уже есть серия на канале с постройками ссылочка будет в описании обязательно посмотрите кто не глядел ну и перед началом как обычно хочется выразить огромную благодарность за помощь в съемках серверу age of dino все ссылки на их сайт и дискорд будут также в описании так первая постройка которую мы с вами посмотрим она находится на севере вот такое есть болото небольшое такие вот камни с левой стороны если знаете границы карты на south east вот здесь главный ориентир вот такая скала и лететь прямо на маяк который вы сейчас видите вон там впереди по гребню птернадона можно наблюдать вот такая вот интересная постройка а чем она интересна она многим интересно сейчас мы с вами это увидим так аккуратно самое главное спуститься все постройки конечно же будут связаны полностью с лором игры лор игры я потом сниму в обязательном порядке когда выйдет полноценная эврима так мы можем даже зайти по моему внутрь о великолепно посмотрите капли крови какие-то стоят ящики капли крови интересно что там может быть может быть какие-то эмбрионы несохранившиеся динозавров так есть вход с этой стороны опять же следы крови так а теперь зайдем сюда шкафчики я так понимаю это какая-то маленькая военная база скорее всего да где будущие пехотинцы солдаты люди которых добавят вообще в риму это сто процентов что людей добавят в риму возможно здесь какая-то хранилась амуниция для людей но сейчас здесь все разбросано все сломано опять же лужа крови может быть кто-то пытался из людей спрятаться в шкафу а какой-нибудь заблудший птеранодон подбежал и просто клевал сквозь этот ящик вот так вот он вот так он пытался пробить и в итоге убил человека хотя вроде бы ящик цел может быть человек был ранен интересно такая интересная постройка да да здесь скорее всего была какая-то амуниция так а что здесь еще есть какие-то непонятные еще ящики так а если взлететь подождите а в контейнер по моему мы не ходили горючее топливо здесь что ухты радарная станция а кстати посмотрите все а то есть агро все ограждения здесь сломаны но интересно мне интересно знать что за динозавр мог пробить так ограждение ну скорее всего что-то покрупнее птеранодона или ютораптора да согласись даже бетонное ограждение полностью сломано может быть какой-то мега или магма рэкс что-то в этом роде да как помните я разбирал лор игры legacy здесь тоже здесь по моему что-то огромное пыталась пробиться на эту базу но у него не получилось по крайней мере с этой стороны он не смог пролезть выбитые ворота но вот здесь вот сетка полностью прям пробита и то есть он уже пошел сюда ваш возможно даже со своими какими-то маленькими джувами джувики скорее всего сюда пролезли сочинили вот этот погром так а что за даты на рис написаны какие-то номера написаны а но это номера шкафчиков скорее всего номера подразделения я точно не знаю так давайте-ка взлетим что здесь еще интересного да по моему вроде как все много идет дорог в разные стороны хоть бы накидали какой-нибудь транспорт тоже было бы довольно таки интересно вот давно давно я пытался найти именно эту постройку и мне и мне в принципе сейчас это удалось так ну что же давайте наверное слетаем еще к одной постройки которую я вам уже показывал по моему в своем первом видео ссылочка также будет в описании радио передающий маяк так подождите надо опускаться нужно опускаться но про маяк все знают многие наслышаны правда я хотел показать немножко другое здание но так как мы летели именно через маяк я сразу решил на нем остановиться тоже какое-то заброшенное здание а помните в лоре игры я показывал следящие камеры вот кстати насчет камер камеры здесь нету я по крайней мере их не встречал в лего си камеры до сих пор следят то есть вот допустим висит камера перед дверью и ты просто проходишь на люблю на любом динусе ту же вышку возьмите рядом с озером близнецы обрати внимание когда ты проходишь рядом с камерой с дверью камера поворачивается на тебя то есть люди как будто сидят еще внутри здесь тоже был погром здесь тоже пробитые сетки но здесь уже что-то более наверное мелкая может быть ютарапторы не знаю либо ну по тернодонам смысл пробивать клетки когда они могут просто спуститься с небес так сказать да наверное что-то более мелкая здесь побывала так генераторы здесь наверно тоже была какая-то от человеческая амуниция вышка передающая вышка давайте попробуем взлететь на самый верх и приземлиться туда аккуратно только максимально аккуратно как я всегда это говорю самое главное это максимально аккуратно приземлиться оптимизация хромает да немножко подлагивает уж извините все мы на самом верху мы на самом верху клетки это клетки господи вышки представляете когда будут люди и можно будет забираться на вышку отстреливать потерна донов из оружия оружие которое там я не знаю что будет у людей так ну что ж ладно давайте полетели к тому месту который я вам хотел также показать кстати говоря о некоторых плюшках и фишках во время есть множество мест с различными секретными так сказать артефактами которые также наверное что-то значит по лору эвримы но честно говоря я их не находил если ты знаешь эти места то обязательно пиши в комментариях что ты видел во время я знаю что есть можно найти где-то на каких-то горах скалах отпечатки людей какие-то надписи какие-то не знаю огоньки если ты их встречал обязательно напиши в комментарии мы это попробуем снять и разобрать вот кстати человеческие постройки которые я показывал в одном из видео это тоже какая-то база или что это непонятно здесь все к сожалению закрыто в помещение попасть мы не можем и здесь скажу офигенное место для роста юта рапторов а также еще я встречал здесь обнаглевших тенантозавров которые забирались на контейнеры и сидели отдыхали и гипселоводончики да было 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 дело так ну здесь все целое это база по моему находится на севере на норд так да здесь реально нету входа я думаю может быть все таки после обновления патча фиксы там после добавления новых зданий сделали вход в здание ну не знаю короче говоря здесь тоже по-моему ничего нету попасть внутрь мы не можем здание посмотрите стены зданий как будто здесь пробивались какие-то динозавры пробовали атаковать пробить сломать хотя ворота целые а вот на что я еще не обратил внимание вот сейчас я помню что когда первый раз мы были возле первых зданий там на стене был как будто наскальный рисунок трицератопса не знаю кому будет интересно отмотайте и также напишите в комментарии так это или нет потому что мне показалось что так я не могу взлететь что ли у меня стамина кончилось нет мне показалось как будто там был наскальный рисунок да реально ну пока вроде бы как все если я где-то упустил какие-то места обязательно пишите в комментариях и мы с вами их рассмотрим под следующим видео все ставь пальчик вверх подписывайся на канал до новых встреч пока а